Здравствуйте, здравствуйте, с вами Exhibitro. Итак, это моё первое видео. Обзор iPod Touch 5-го поколения. Значит, лежит вот в такой всё коробочке. Я им уже пользовался. Значит, чтобы открыть, нужно потянуть его за вот эту вот бумажечку. Так, открыть. Лежит он вот в таком кейсе пластмассовом до этого, как, наверное, iPod Nano 7-го поколения. Итак, значит, отложим пока наш девайс в сторонку. Что в самой коробочке? Привет! Говорит нам Apple, руководство по началу работы, значит... Как это всё стянуть? А, во! Что-то вот, привет, инструктаж. Также здесь информация и ограничение гарантии. И вот такие вот наклеечки. Конечно, они не супер большие. Значит, не как в iPhone 5-ом. Значит, что в самой коробочке? Значит, начнём. Лайтинг кабель поддержкой 2.0 USB. Вот, такой вот тоненький двухсторонний. То есть, теперь вам не придётся думать, как вставлять. То есть, вставили, он будет гореть. Так, значит, этот лыжин. И AirPods наушники, как в iPhone 5-ом, но здесь нет регулятора громкости и... Что? Микрофона. Значит, лежат в таком они безобразном кейсе. Сейчас мы её достанем. Я вам покажу. Не знаю... Ну, можно сказать так, выкинуть эту коробочку. Смысла от неё не будет. Значит, наушники. Качество хорошее. Но стоит ли их брать? Я думаю, стоит ли взять наушники до 1000 рублей, а не будет такого же качества с произведением. Но если вам, конечно, хочется красоваться именно AirPods, то берите их. Примерно в России стоят около 2000... До 2000 рублей. Значит... Что касается ещё... Ещё... Что мне понравилось. Есть ремешок. iPod Touch Loop. Силиконовый ремешок. Как крепится, я вам покажу по поясу. Значит, отложим. Перейдём к самому девайсу. Значит... Как-то... Достать его из... С коробочки. Вот он достался. Значит, перейдём... Ко включению. Нажимаем... Задерживаем Sleep Home. Вот, он включается. Ну, давайте пока я покажу вам, что внутреннее... Ой, внешнее, то есть, не внутреннее. Значит, что с этой стороны? С этой стороны, как видите, регуляторы громкости. Плюс-минус. С этой стороны кнопочка Sleep Home. С этой стороны у нас ничего нет. А с этой стороны динамик. Потом для лайтинг кабеля вход. И вход 3.5 разъём для наушников. Значит... Что касается... Здесь... То спросите, что вот это вот. Это... Для выхода Wi-Fi. То есть, здесь полностью вот это алюминиевый корпус. То есть, не пройти нигде будет... Сигналу. Так что, вот это... Вот для этого, как в iPod, так же четвёртого, третьего поколения. Соответственно, вспышка, что нет в iPod третьем, четвёртом поколении. Микрофон и камера 5 мегапикселей со съёмкой HD. Ну вот, мы пришли к тому, как крепится этот ремешок. Значит, нужно нажать вот на эту кнопочку. Она у нас выйдет вот так вот. Значит, вот она вышла. И одевается он. Опс. И всё. Теперь можно идти и размахивать им. Значит, у нас iPod уже включился. Вот. Значит, чтобы... Зайти в него будет... Нужен Apple ID. Кто не знает, что это, то зайдите на Apple ID.apple.com. Значит, мы разблокируем телефон. Что я могу сказать? Сначала зайдём на стройки. Основные. Значит, об этом устройстве. Так, что касается ёмкость этого iPod 32 гигабайта. Значит, стоит он в пределах 12-13 тысяч. Значит, ещё есть на 64 выпускается. Стоит в пределах 15 тысяч рублей. Версия iOS 6.1.3. Модель. Вот, серийный номер. Адрес Wi-Fi, Bluetooth. Всё здесь есть. Значит, чему перейдём дальше. Процессор A5. Дисплей 4 дюйма, как в iPhone 5. Соотношение сторон 16-9. Экран Retina 136 на 640 точек. 326 ppi. Как в iPhone 5, соответственно. И средства управления Multi-Touch и гироскоп. Что могу ещё сказать? Камера HD. Лицевая камера. С ним можно фоткать самого себя. Значит, перейдём дальше. Покажу вам сейчас камеру. Значит, примерно вот так вот снимает. Вполне неплохо. Что есть ещё? Есть панорамная съёмка. То есть мы можем снять его. Идём, 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 идём. И так далее. То есть у нас получается вот такая фотография. Ну ладно. Так, значит, что дальше? Айтюнс, апп-стор, гейм-центр. Что ещё могу сказать? Тут у меня уже есть игры, программы. Всё скачано. Так, значит, заходим в настройки. Так. Обратно подключаемся к Wi-Fi. Обязательно, чтобы ввести свой Apple ID, вам нужно подключиться к Wi-Fi. Значит, вот мы подключились к Wi-Fi. Значит, вот Safari. Вот так, что-то вышло странно. Видите, давайте войдём на тот сайт, который... И вот на этом сайте мы регистрируемся. Свой новый создаём. Создание идентификатора Apple. Вот. И наслаждаемся. Что ещё могу сказать? Значит, заходим в iTunes. Вот у нас, как обычно, музыка. Всё хорошо работает. Значит, на Home, в App Store. Покупайте, если у вас нет денег на iPhone 5. Даже если на iPhone 5. Это незаменимая вещь, так сказать. Значит, что я могу сказать? Покупайте. iPod Touch 5-го поколения. Ждём выхода iPod Touch 6-го поколения. Не знаю, что они там придумают. Но мне очень нравится пользоваться. А, ну давайте я вам ещё покажу парочку игр. Ну, например, Angry Birds Star Wars. Качество ахи... Хорошее. Качество. Сейчас я вам покажу динамики. Вот он загружается. Всё отлично. Всё отлично работает. Так, давайте сюда пройдём. Так, это всё мы знаем. Всё. И начинаем играть. Всё. Ну, так вот примерно. Что ещё у меня есть? Могу посоветовать. Вот Fruit Ninja тоже. Чё-то не переворачивается. Ну, ладно. Сделаем так. Вот, всё загрузилось. Вот у нас Fruit Ninja. Пошли. Подписывайтесь на мой канал. Буду добавлять новое видео. Рассказывать об новых девайсах от Apple, а также Samsung. Удачи мне, удачи вам. Покупайте iPod Touch. Не жалейте денег, так сказать. Всё. До свидания. С вами был Exhibitron. Рассказываем. Всё. Хм... Субтитры обр … Попод оба с тем такого Israeli нет… И театры обрают ус Perlaёд process. Продолжение следует...